Библейский портал экзегет.ру представляет Дорогие братья и сестры, на библейском портале экзегет мы вместе с вами продолжаем рассматривать Евангелие от Марка. И сегодня читаем 10 главу. «Отправившись оттуда, приходит в пределы Иудейские, за Иорданскую стороною. Опять собирается к нему народ, и по обычаю своему он опять учил их». До этого мы вместе с вами рассматривали некоторые наставления Господа, вспоминали, как он находился в городе Капернауме, и вот он идет в пределы Иудейские. Но на самом деле Спаситель не так часто появлялся в Иерусалиме, где основное население к нему относилось очень негативно, где было много фарисеев, книжников, саддукеев. По преимуществу он пребывал в Галилее, и вот он идет в пределы Иудейские, но за Иорданскую стороною. Но и тут к нему собираются люди, и по обычаю своему он их учил. Подошли фарисеи и спросили, искушая его, позволительно ли разводиться мужу с женою. Вот фарисеи зачастую подходят с такими лукавыми вопросами, желая в чем-то подловить Спасителя. То есть, если он скажет непозволительно, они тут же ответят, а как же Моисей разрешил ведь разводы? А если скажет, что позволительно, тогда он получается не такой вот строгой нравственности. И посмотрим, как Спаситель отвечает им. Он сказал им в ответ, что заповедал вам Моисей. Они сказали, Моисей позволил писать разводное письмо и разводиться. Иисус сказал им в ответ, по жестокосердию вашему он написал вам сию заповедь. «В начале же создания Бог мужчину и женщину сотворил их, посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». И вот Спаситель, да, он прекрасно знает, что Моисей позволил писать письмо, такой специальный документ, в котором муж официально отпускал жену, объявлял ее свободной от брака. Но при этом Спаситель поясняет, что Моисей так поступил по жестокосердию человеческому. И, в общем-то, вот как это объяснить, что, конечно, нравы были достаточно жесткими в то время, и лучше было развести с женой, нежели убить жену. Вот если уже до такого доходит, а зачастую жен действительно убивали, то лучше разводиться с женой. И даже сейчас вот существует такой церковный документ, который позволяет в некоторых случаях разводиться. Но это когда уже ситуация настолько критическая, что может пострадать кто-то в семье, или дети, или жена, или, наоборот, муж от жены. То есть когда ситуация абсолютно неисправима, и иного выхода нет. Но это такие вот крайние случаи. И Моисей разрешал развод тоже в самом крайнем случае, сказано, по жестокосердию вашему, из-за того, что у вас настолько жестокое сердце, что вы оказались неспособны к любви и даже вот просто сохранять жизнь друг друга. Но в самом начале создания, ведь Господь сотворил только одного мужа и одну жену. Поэтому семья должна быть единственной, цельной. Многоженство не разрешается. Для Адама Господь не создал многих жен. И не так, что он вначале на одной, потом на другой женился. И, кстати, Моисей, который разрешил вроде бы разводы, он сам не разводился. И так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. И вот этот вот брак, союз мужа и жены, он даже выше взаимосвязи детей с родителями. Поэтому сказано, что оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей. И будут два, одна плоть. То есть это настолько вот тесное единство, что уже ты свою супругу ощущаешь вот как единое с самим собой. И если ей плохо, то и тебе плохо. Если у нее что-то болит, то и тебе уже некомфортно. Это настолько тесная связь, при которой, ну, конечно, недопустимы какие-то поползновения в сторону. Но оказывается, что и ученики Христа, апостолы, тоже не могли вот до конца понять этого правила, что надо избегать разводов. И вот мы читаем, в доме ученики его опять спросили его о том же. Он сказал им, кто разведется с женой своей и женится на другой, тот прелюбодействует от нее. И если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует. Вот очень трудно было понять это и ученикам. Почему? Потому что такие разводы, они были очень распространены. И вот, кстати, если вспомнить, там даже какое было правило. Оно дозволяло разводиться, ну, при самых мельчайших каких-то оплошностях. Там сказано, что муж имеет право дать разводное письмо жене, если усмотрит в ней что-либо противное. То есть, если в чем-либо она покажется ему противной, неприятной, или не так суп готовит, или там еще что-то вот в чем-то его не удовлетворяет, то он мог уже развести с ней. Но по большому счету, вот если с духовной стороны посмотреть, нам другие люди кажутся противными тогда, когда мы сами противные. То есть, когда вот мы настолько внутренне испорчены, что и все вокруг нам не так становится. Мы копим недовольство на ближних, когда сами изъедены грехом. И в этом причина разводов. То есть, когда мы становимся сами противными, то нам кажутся наши ближние противными. И поэтому для созидания семьи нужно прежде всего работать над самим собой, исправляя свои собственные недостатки. «Приносили к нему детей, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих, увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им, «Пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него». И, обняв их, возложил руки на них и благословил их. Вот мы видим, что христианство, оно вообще для всех. И для взрослых, и для детей, для всех категорий людей. Вот раньше, конечно, люди ценили особенно мудрость, но мудрость была философская. Однако философская мудрость, она была не всем доступна. В античное время философию не могли изучать, допустим, женщины, не могли изучать рабы, то есть социально незащищенные люди, не могли познакомиться с философией дети, для которых она была недоступна. И вот святой Иустин, мученик, а он сам был философом, когда он пришел ко Христу, то он как раз сказал, что христианство — это и есть единственная истинная философия. И мудрость евангельская, она доступна всем. Она доступна мужчинам и женщинам, взрослым и детям, свободным и рабам, то есть всем категориям людей, кто бы ты ни был, тебе открыто и доступно Евангелие. И вот для детей оно тоже открыто. Более того, Спаситель говорит, что мы сами должны уподобиться детям для того, чтобы попасть в Царствие Божие. А в чем здесь суть? Вот дети, они не злобивы. Даже если дети вот играют друг с другом и поссорились, то они очень быстро мирятся. И взрослые бывают еще вот сердятся на детей, а те уже отошли и, как ни в чем не бывало, продолжают играть. То есть дети не копят обид, они так вот не завидуют, не ревнуют, как взрослые люди. Они быстро прощают друг друга. И детское сердце, оно открытое сердце, отзывчивое и открытое. И вот в христианстве наше сердце тоже должно быть открыто Богу и ближним, незлобивым, простым, искренним. Мы, как дети, призваны быть добросердечными. И вот святые отцы, они даже так говорили, что если ты хочешь научиться правильной молитве, какой должна быть правильная молитва? Да, есть разные там прописываются методики, вот как заключай ум слова молитвы, потом сердце откликается, согревается теплом. И дальше есть в традиции исихастов, у молитвенников тоже свои такие особые приемы. Но по большому счету, святые отцы все-таки говорят так, что подлинная молитва — это вот вздох искреннего сердца, когда ты обращаешься как ребенок в простоте души. Вообще ни о чем не задумываясь, вот как ребенок бежит к папе или маме, и от сердца излагает какие-то свои просьбы, искренне и простосердечно. Вот так и мы должны воздохнуть Господу простым, искренним детским сердцем. И такая молитва, как правило, она и бывает услышана. И вот Спаситель благословляет детей, причем даже сказано, что Он обнял их и возложил руки на них, и благословил их. Вот так Господь проявляет свою такую особую заботу, тепло. И мы в храмах призваны тоже с теплом относиться к детям. Пусть даже где-то детки, которые приходят в храм, ведут себя, как нам кажется, шумно, но они уже в храме, им хорошо в храме. И поэтому не нужно здесь вот сердиться, смущаться. Дети пусть ведут себя, как дети, и, может быть, их молитва, она окажется более сильной, нежели молитва взрослых людей. Когда выходил Он в путь, подбежал некто, пал пред Ним на колени и спросил его, «Учитель благи, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Вот очень интересно вот это описание от других евангелистов. Мы знаем, что это был юноша, и он не просто пришел, а он подбежал, уже когда Спаситель выходил. И блаженный Феофилак Болгарский обращает внимание на то, что вот этот юноша, он действительно выделялся из среды всех приходивших ко Христу. Почему выделялся? Потому что обычно люди шли за здоровьем, за исцелением, то есть их беспокоили какие-то телесные нужды. А вот этот молодой человек, его интересовала вечная участь. Он спрашивает, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? И при этом он говорит, «Учитель благий». И вот Спаситель, как на это отвечает? Иисус сказал ему, «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог». То есть Спаситель пытается его укрепить вот в той вере, что да, если ты называешь благим, то благим является только один Бог. А Иисус Христос и есть воплотившийся Бог. Он не просто учитель, он Сын Божий. Он истинный, Божественный Учитель. И вот Спаситель показывает ему путь к жизни вечной. «Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй», а прелюбодействие мы только что слышали, «Не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать». То есть Спаситель фактически начинает перечислять основные заповеди Моисеева десятословия. А что же вот этот вот юноша? Он же сказал ему в ответ, «Учитель, все это сохранил я от юности моей». И на самом деле вот этот юноша отвечает достаточно искренне, он был добродетельным в ветхозаветном смысле, конечно, но он соблюдал все эти заповеди. Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему, «Одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, последуй за мною, взяв крест, вот Спаситель проникает с особой любовью к этому юноше и говорит, да, ты это исполняешь, но тебе для совершенства надо исполнить еще кое-что. Дело в том, что мы на своем духовном пути никогда не должны оставаться на одном месте. Вот если что-то мы исполнили и успокоившись сели, то происходит внутреннее застывание и потом, как следствие, охлаждение духовное, и такой человек постепенно начинает даже деградировать. Вот всегда нужна какая-то вот стряска, какой-то рывок вперед, какое-то усилие и шаги. И да, вот этот юноша, он исполнял заповеди, но на этом он успокоился. И для духовного совершенства ему нужно было тоже совершить шаг, вот тот самый шаг, который сделали уже апостолы, те самые рыбаки, оставившие все и последовавшие за Христом. Кажется, вот это правило очень жестким, да, вот все, что имеешь, продай, раздай нищим и следуй за мной, и будешь иметь сокровища на небесах. Но если вот представить, да, вот если бы мы жили в евангельские времена, и вот мы тоже, вот как этот юноша, на своем пути встретили самого Христа, Сына Божия, который воскрешает и исцеляет, который являет свое чудо преображения, да, от него исходит божественный свет, и, собственно, быть со Христом, это значит уже быть в Царстве Божием. Неужели мы не оставили бы все и не последовали за Христом? Хотя, конечно, в каком-то смысле этот вопрос, он такой искусительный, но сам Христос рядом с тобой, и, конечно же, для духовного совершенства нужно было все оставить и последовать за Господом, взяв крест. Ну, а крест, это, конечно, скорби земного пути, сам Спаситель шел на крест, и ученики тоже проходили этим крестным путем, но они не лишились благодати Христовой. А как же этот юноша? Он же, смутившись от сего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. То есть, вот этот юноша еще был, конечно, не готов к такой решительной перемене жизни, и, а может быть, он и был готов, у него была такая возможность, Спаситель провидел, но требовался от него такой решительный шаг, личный выбор. И вот богатство его для него оказалось предпочтительней в данный момент. И он с печалью отошел, но дальнейшую судьбу его мы не можем, к сожалению, проследить, может быть, через какое-то время он уже поменял свой взгляд на вещи, может быть, тоже стал одним из учеников Христовых. И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам Своим, как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие. А почему трудно? Да потому, что богатство становится идолом, и ты все время, все свои жизненные силы начинаешь посвящать только Ему, трудиться на еще большее приумножение богатства. Ты уже не удовлетворяешься прежним уровнем жизни своей, и тебе хочется всего большего, большего, и конца и края этому нет. Ученики ужаснулись от слов Его, но Иисус опять говорит им в ответ, дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие. То есть не само богатство губит, а всецелая надежда на богатство, когда вместо Бога ты полагаешься на земные сокровища. И в каких-то ситуациях богатство тоже может служить на благо, на пользу. Вот вспоминается из жизни святого Иоанна Кронштадтского, как к нему однажды пришли две женщины, одна богатая, а другая очень простая, с двумя конвертами. И вот они протягивают ему каждый свой конверт, и он помолился, взял эти конверты и возвращает им, только поменяв. Ну и вот богатая женщина возмутилась, батюшка, я же вам огромную сумму в этот конверт положила. Он ей отвечает, ты же знаешь, что мне-то самому ничего не надо, а вот посмотри, что в конверте, который я тебе передал от этой бедной женщины. И оказалось, что там это было письмо сына той простой скромной женщины, который на работе допустил какую-то оплошность, и в общем была большая растрата средств, и он готов был покончить с собой, если не найдет ровно ту сумму, которую принесла как раз отцу Иоанну Кронштадтскому вот эта богатая женщина. И так вот проявилась прозорливость святого Иоанна Кронштадтского, и вот так вот богатство тоже послужило во спасение человека. Но именно тогда это возможно, когда мы не привязываемся к богатству, а и его посвящаем делу Божию. И спаситель дальше продолжает почему все-таки трудно богатому. Он говорит «удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». В Иерусалиме были такие небольшие ворота не ворота, и сейчас тоже они раскопаны. Такой небольшой проем в стене, которые назывались игольным ушком, и через это вот как раз кого пропускали? Людей, которые шли с какой-то поклажей. Вот если ты несешь на себе мешок и можешь пройти с этим мешком сквозь тесные вот эти врата, то ты не платил никакого налога. А если твой мешок был настолько большой, что уже не пролазил ты через это отверстие, то нужно было платить налог, потому что ты или купец товар какой-то несешь, или еще что-то. Верблюда конечно трудно протащить, но маленький верблюжонок наверное прошел бы. И поэтому это образное высказывание спасителя оно имело наглядный такой пример и те, кто жили в Иудее, знали об этом. И вот апостолы как реагируют? Они же чрезвычайно изумлялись и говорили между собою, кто же может спастись? Иисус возрев на них говорит, человеком это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу. То есть хотим мы или не хотим, но самим по себе мы спастись не можем. Не только богатые, но и бедные. И бывает так, что бедный человек он или проникается завистью к богатым, да, или озлобляется на окружающий мир, вместо того, чтобы принять Божий промысел, что Господь лишил тебя этого искушения. многие загубили себя богатством. Вот как в наше время многие предприниматели, кто-то увлекся наркотиками, кто-то спился, и богатство многим не послужило на пользу. А бедный человек свободен от этого искушения, но и если он ослабляется, он тоже погибает. Поэтому чисто по-человечески спастись мы не можем. Мы спасаемся только Богу, ибо все Богом, ибо все возможно Богу. И начал Петр говорить ему, вот мы оставили все и последовали за тобою. И Иисус сказал в ответ, истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне, во время сие среди гонений, во сто крат более домов, и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а веке грядущем жизни вечны. Петр, как наиболее импульсивный ученик, он тут же говорит, что, вот, Господи, вот мы все оставили, последовали за Тобой, и спаситель это подтверждает, да, вы действительно покинули свои родные дома, оставили привычные занятия, средства к пропитанию, и все, кто подобно апостолам, оставив все земное, идут за Христом, получают призабильное благословение, но и в земном смысле, вот говорит Господь, в земном смысле, ты еще больше получаешь близких и родных тебе людей, ты еще больше получаешь домов, где тебя готовы принять, и тем более в будущем веке тебя ожидает жизнь вечная. Вот можно вспомнить, допустим, как святые, такие, как преподобные Амвроси Оптинские, он оставил все, пришел в монастырь, но его монашеская жертвенность и чистое сердце привлекло к нему многие тысячи других людей. И вот так он сам получил братьев, сестер, отцов и матерей, о которых он заботился как родитель, и детей, которых он наставлял как чад, как чад духовных. Это все в истории христианства исполнялось на протяжении веков. Многие же будут первые последними и последние первыми. Несколько вроде бы загадочные слова, и есть много толкования этого стиха Евангелия, но можно объяснить его и так, что вот фарисеи, которые часто искушали спасителей, так же, как саддукеи, приближенные к царю, они казались первыми среди богоизбранного народа. Они выдавали себя за особых праведников и вели подчеркнутый такой вот моральный образ жизни, но в итоге они оказались последними. А вот эти вот простые рыбаки, ученики Христовы, которые не пользовались каким-то особым уважением в народе и считали за последних, они в итоге стали первыми. И вот мы говорим, что, читаем, что они оставили дома, но получили ныне во время сия во сто крат более домов, а дома апостолов это храмы им посвященные. Мы знаем много храмов, которые посвящены святым угодникам, и там благодатно святые люди прибывают. И вот когда мы приходим в эти дома, посвященные святым, то мы тоже с ними встречаемся и общаемся с ними. Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их, а они ужасались и, следуя за ним, были в страхе. Вот Спаситель направляется в сторону Иерусалима. И апостолы ужасаются почему и в страхе? Да потому что Иерусалим не предвещал им ничего хорошего, так как там было слишком много врагов у Спасителя. Но что интересно, вот Господь, Он видит, что они в страхе, но при этом Он их страхов не развеивает. Подозвав двенадцать, Он опять начал им говорить о том, что будет с Ним. Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам, и поругаются над ним, и будут бить его, и оплюют его, и убьют его. Вот так Спаситель показывает, да, действительно, нас ждут там скорби, и придется пройти через вот эти страшные страдания, через отвержения, поругания, а в конце Он добавляет, и в третий день воскреснет. Вот это самое главное, что характеризует Евангелие, и что вообще отличает Христа. Да, страданий много, но свет воскресения, Он восполняет все. Но как же ученики в то время были еще костны и не понимали всего этого. И удивительная реакция со стороны некоторых из них. Тогда подошли к нему сыновья Зеведеевы, Иаков и Иоанн, и сказали, учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим. Он сказал им, что хотите, чтобы я сделал вам? Они сказали ему, дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, а другому по левую в славе твоей. Поражает здесь что? То, что Спаситель только что говорил о страшных страданиях, но это как будто проходит мимо сердца учеников. Они вроде бы и боятся идти в Иерусалим, но все равно в них живет вот эта еще иудейская вера в земного Мессию, который в Иерусалиме воцарится и подчинит всех вокруг. Он достигнет славы, а раз он будет в славе, то, значит, лучше сесть поближе к нему, занять такие приближенные места. И в этом, конечно, был такой своекорыстный подход, еще во многом недостойный учеников Христовых. Но Иисус сказал им, не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь? Они отвечали можем. Отвечали так, еще не понимая, что они говорят. Ведь под чашей в данном случае Спаситель подразумевал чашу страданий, которую им придется выпить. А крещение, да, они видели и знали, что Спаситель от Иоанна предтеча был крещен в Иордане, но подразумевалось не совсем это крещение, а тоже крещение, вот такое мученическое крещение. И, конечно, они были крещены благодатью Святого Духа в день сошествия Святого Духа в Пятидесятницу, но потом им предстояло еще вот это крещение крови. И Иисус же сказал им, чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься, а дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано. О чем здесь говорит Спаситель, что да, вы примете эти страдания и вкусите от этой чаши, примете это крещение, но сесть по правую и левую стороны в славе принадлежит тем, кто этого достоин, а не потому, что вот только я захочу кого-то посадить. Вот представим какого-нибудь мудрого царя, который прекрасно понимает, кому нужно дать допустим место военачальника. Не просто по своему желанию, что вот я там расположен каким-то своим родственникам и им раздам вот эти должности ответственные, а все-таки способным людям, тем, которые войска не подведут в нужный момент, то есть тем, кто этого достоин. И вот в этом смысле достойным это и уготовано. Вообще, конечно, если мы посмотрим на наш иконостас, то вот в центре иконостаса деэсис, три иконы, деэсис значит моление, в центре располагается икона Христа, справа от него образ Божией Матери, а слева образ святого Иоанна Претечи, и уже дальше идут апостолы, то есть ближе всего ко Христу, конечно же, Божья Матерь, святой Иоанн Креститель, но в Царстве Божием нет никакого своей корысти, и там каждый доволен тем, что получил от Господа, потому что Божья благодать она спасает от каких-либо недовольств, от какого-либо ропота или уныния, поэтому в Царстве Божьем все причастники Божественной благодати, они радуются тому, что Господь дал им, чему они приобщились, ибо Господь каждому подает в преизбытке. «И услышав десять, начали негодовать на Иакова и Иоанна». Почему негодовать? Потому что те, получается, отдельно от остальных пытались себе, они были два брата, пытались себе ну как-то вот и спросить самые близкие места к Мессии. «И Иисус же, подозвав их, сказал им». И вот здесь Спаситель излагает одно из главных правил христианской жизни. «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими, но между вами да не будет так, а кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою, и кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом, ибо и Сын человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Вот когда человек ищет первенство и старается быть первым, большим других, господствовать, то его непременно будет распирать изнутри гордыни. И такой человек не будет иметь внутри мира покоя. Ему всегда будет чего-то не хватать, что-то не так, он будет недоволен. и такой человек чужд внутренней цельности и гармонии души. А спаситель пытается перевернуть вот эти лживые представления человеческие, показать, что если ты не себе, а наоборот другим даешь, то у тебя самого будет больше радости. Если ты наполняешься жертвенностью, стараешься служить другим, то вот это вот смирение и принесет в твою душу мир, ибо смирение созвучно с миром, и душа твоя достигнет полной гармонии. Это было у святых людей, которые ставили себя ниже всех, но при этом в итоге оказались первыми. И путь для этого проложил сам Христос, который пришел, чтобы искупить многих, а не чтобы ему послужили. Приходит в Иерихон, и когда выходил он из Иерихона с учениками своими и множеством народа, в Артимии сын Тимеев слепой сидел у дороги прося милостыни. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить, Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Многие заставляли его молчать, но он еще более стал кричать «Сын Давидов, помилуй меня!» Вот можно представить, как этот слепой человек, как только услышал про Христа, он про все на свете забывает и обращается «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Это кажется другим неприличным, что он так громко кричит, но он ни на что не обращает внимания и молится. Часто святые отцы этот пример, этот эпизод евангельский приводят в подтверждение молитвы Иисусовой и как некий пример, как нужно молиться молитвой Иисусовой, то есть, забыв про все, нужно от всего сердца обращаться к Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему «Не бойся, вставай, зовет тебя». Он сбросил себя в верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил «Чего ты хочешь от меня?» Слепой сказал ему «Учитель, чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему «Иди, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Вот святые отцы толкуют аллегорически это повествование. Слепой в Артемии это образ вообще греховного человечества, который слеп, который не видит света дневного, то есть фактически не видит Божьего света, погружено во тьму грехов. Но когда человечество слышит про Христа и когда люди начинают молиться Спасителю, то Господь призывает такого человека к себе. Но чтобы быть со Христом, надо сбросить с себя верхнюю одежду, как вот этот слепой в Артемии. А верхняя одежда это образ нашей греховности, наших дурных ветхих привычек, которые влекут нас вниз, в преисподнюю. Мы должны совлечься своего ветхого человека, подняться и идти к Спасителю. И тогда Господь открывает очи кающегося человека, он прозревает и начинает новыми глазами, как вот этот прозревший слепой видеть мир. Тот вдруг видит свет дня и в нем четко различает все вокруг. Вот так свет Христов дает христианину просвещение и он видит смысл в жизни. Он начинает по-новому смотреть на все, что происходит вокруг. Он начинает любить ближних и даже тех, кто казался ему неприятным прежде. Потому что очистил из сердца. И вот как этот слепой следовал за Спасителем в Иерусалим, так и каждый христианин, прозревая, следует за Господом в Иерусалим Небесный. Ну, на этом, братья и сестры, мы заканчиваем рассматривать 10 главу. До скорой встречи. Храни вас Господь! Редактор субтитров